здравствуйте дорогие друзья рад всех приветствовать на традиционном технико-экономическом расширенном уже вебинаре вечер среда и собственно я думаю остались новички давайте пройдем опросник чтобы понимать какой процент у нас людей новичков кто первый второй третий четвертый и более раз пожалуйста пройдите опросник сегодня уже такой более расширенный вебинар чем прошел в 19 часов 19 часов я дал очень кратко на 45 минут самую главную информацию про проект вот собственно 78 конверсия на самом деле друзья я хочу сказать у нас фактически это иногда даже стопроцентная конверсия бывает тех людей кто пришел на вебинар для новичков там был в первый раз и тут остается соответственно я рекомендую приглашать максимум вообще от людей хоть 100 приглашаете хоть тысячу без разницы они не уйдут с неразъясненной информации и с неотвеченными вопросами потому что мы тоже сергей анатольевичем каждый раз улучшаем вебинары для новичков и в идеале мы создадим так скажем идеальный вебинар для новичков который запишем на студии есть на то связи средства знакомые в москве и собственно это будет материал уже для новичков именно с визуализации и так далее то есть это будет очень мощный материал который я думаю что в 2016 году мы подготовим точную дату месяц не буду называть чтобы не быть голословным ну и собственно далее это будем все переводите на различные языки почему на различные языки потому что на самом деле происходит ежедневное общение то есть вот и я пятого числа вернулся с индии и сейчас фактически каждый день я общаюсь с иностранцами то есть чехи у нас активно очень двигаются и буквально перед вебинаром сергей удовенко любезно предоставил возможность пообщаться с человеком который может связать с королевской семьей амана то есть это один из эмиратов арабских эмиратов с абу даби и так далее также имеет связи выхода на индию также имеет связи выхода на пакистан но как вы прекрасно понимаете что наша технология нужна в любой точке мира и поэтому все эти контакты связи нам очень важны и крайне важны я бы сказал соответственно мы со всеми общаемся и несмотря на то что сейчас праздники и может быть для кого-то послужит удивлением что некий и кстати забыл надеть праздничное диет сегодня же рождество всех с рождеством с наступающим с прошедшим новым годом потому что я еще не поздравлял я записал свое поздравление с побережья гуа и не смог на самом деле не вернуться с гуа с предварительным адресным проектом то есть как минимум два адресных проекта мы там придумали и не то что придумали есть выходы на влиятельных людей гуа но есть такой момент также что который я обнаружил по приезду с индии что это у меня есть контакты людей есть допустим телефон есть вайбер вот сапс но я вспомнил что так как страна достаточно бедная соответственно на гуа не пользуются даже смартфонами то есть я не могу с ними связаться не по вайберу него под повод сапсу почту также особо не смотрят skype не сидят соответственно нужно будет связываться именно по телефону но будем прорабатывать проект потому что очень интересный проект может получиться китай планировали строить и активно внедрять транспорт второго уровня не знаю в каком виде они делали транспорт второго уровня но в одном из крупных городов гуа внедряли они транспорт но он банально рухнул то есть как во всех во многих азиатских странах на пресс проходит сезон дождей мусоны и возможно их технология не выдержала не выдержала того наплыва на именно серьезных осадков серьезных объемов осадка и в городе возможно это махарадшира сейчас его точно не вспомню название но на самом деле не так много на м городов в гуа и не такой большой регион а индия очень большая и очень большой потенциал на самом деле у нас в индии и мы будем очень серьезно развиваться как в индии так в индонезии потому что пора уже развиваться на серьезные зарубежные рынки также по германии то есть сергей анатольевич уже пригласили в марте в кельн и будет там презентация и друзья давайте проанализируем то есть этот вебинар вообще вот что у нас произошло за 2016 год за 2015 год за 2016 год что произойдет даже себе не представляете никто себе не представляет ну да я думаю что это анатолий эдуардович юницкий также не представляет себе что ждет skyway в этом году то есть предполагает но не на сто процентов представляет но хочется позавидовать визионерству на самом деле нашего предводителя генерального директора генерального конструктора изобретателя технологии skyway анатолий эдуардович юницкого тот даже на картинках у нас нарисованы на промежуточных опорах солнечные батареи но собственно в этом тренде сейчас развивается компания тесла элон маск и я вот сегодня на дневном вебинаре сам узнал немножко содержание испытывал информационный голод потому что интернет в индии очень медленный опять же вот кстати с приходом транснет в индию интернет станет быстрый потому что в путевую структуру вшито оптоволокно более 10 различных сигналов мобильные частотные радиосигналы и соответственно придет действительно очень мощная коммуникационная цивилизация таких проблем которые вот есть я сейчас понял что испытываю связаться с людьми с индии не будет когда там будет транснет и и соответственно вот заговорил про компанию тесла компания тесла планирует внедрять повсеместно и вообще через 5-6 лет перевести большую часть мира на потребление альтернативной энергии то есть солнечная энергия это очень актуально для азиатских стран это кстати очень актуально для многих северных регионов россии несмотря на то что там снег но там очень серьезная солнечная активность и нам необходимо использовать тот транспорт который был бы экологичным потому что тоже вот на вебинаре в дневном для себя тоже так отметил очень серьезный нюанс что солнечные батареи перестают работать при очень серьезном смоге в современных мегаполисах то есть отложение цемента когда на них попадает они просто перестают работать и их эффективность значительно снижается и поэтому наш транспорт транспортового уровня будет абсолютно востребован именно даже в сфере применения элона маском я верю и уверен одно из таких вот желаний лично с ним познакомиться лично пообщаться на бизнес темы на возможность совместного сотрудничества я думаю что это абсолютно достижимо потому что несмотря на то что мы все развиваемся именно вот с компанией тесла сейчас в различном направлении это все равно одинаковые направления это очищение и создание именно экогенной технологии не техногенной технологии а именно экогенной то есть преобразование и очищение нашей планеты планеты земля нашего дома и многие люди сейчас понимает и очень радостно осознавать что элон маск серьезный предприниматель миллиардер это также понимает я думаю что в этом плане с компанией skyway будет только сотрудничество взаимодействие с энергией и когда мы будем формировать уже седьмой технологический уклад то тут будет плотное взаимодействие потому что ну как я понял от space x элон маск постепенно начинает отказываться то есть прошли испытания прошел запуск более чем трех летательных аппаратов неудачные и собственно были потрачены миллиарды долларов но собственно если бы элон маск инвестировал в нашу технологию во первых бы мы бы значительно ускорились по нашему развитию во вторых он бы имел очень серьезные активы и дивиденды в будущем которые он смог бы инвестировать допустим направление солнечной энергетики но я вполне не исключаю что у нас также появится серьезное направление и личное так как действительно на каждой промежуточной опоре на анкерных опорах которые будут являться станциями высотными зданиями жилыми офисными зданиями также будут находиться солнечные батареи соответственно возможно нам в нашем холдинге придется это как как посчитает нужным именно вот Анатолий Эдуардович Ницкий ну возможно появится какое-то направление допустим SkySolar то есть солнечная энергетика и друзья вот это я могу сказать будущее но то что мы с вами сейчас делаем это уже настоящее то есть можно сказать что уже мы без нескольких месяцев несколько месяцев так как у нас год считается за 10 лет то месяц будем считать за 10 месяцев мы уже фактически находимся на демонстрации на сертификации я уверен что она пройдет летом максимум осенью думаю что пройдет летом поедут первые юнибайки и действительно мир поймет что транспортового уровня начинает шагать по планете это станет максимально очевидно всем будут присутствовать серьезные представители властей различных континентов различных государств и соответственно просто понесутся понесутся адресные проекты но если проанализировать что произошло за 2015 год по нашему развитию то развитие стоит отметить очень серьезное по адресным проектам то есть мы только начали инициировать только начали развивать но уже в конце 2015 года я лично увидел очень серьезное увеличение активности и то что действительно те регионы Российской Федерации не важно других стран которые узнают о технологии SkyWay и которым грамотно донесены перспективы и преимущества внедрения технологии SkyWay как точки входа юнибайков так и будущего городского пассажирского транспорта грузового транспорта что активно сейчас исследуется и подтверждается уже австралийскими специалистами когда будет получен документ может произойти такое что собственно действительно формирование финансирования закрытие произойдет просто финансирование корневой технологии даже может просто австралийскими инвесторами когда они убедятся на основе своих уже конкретных современных современных именно исследованиях датируемых 2016 годом что действительно технология SkyWay самая перспективная в мире то есть это будут уже не независимые исследования уэльского университета и так далее а конкретно конкретно уже исследования их специалистов вполне возможно что произойдет закрытие уже в первом квартале 2016 года об этом мы говорим открыто чтобы люди те кто действительно желает проинвестировать и проявить уважение проекту в виде инвестиций и пожертвований можно сказать на технологию SkyWay в зависимости от суммы то есть кто-то уже проинвестировал на достаточно крупные суммы у Сергея Анатольевича в рядах инвесторов есть рекордсмены то есть на сотни тысяч фунтов сейчас эти люди активно наблюдают да действительно хотелось бы возможно более быстрого развития стройки и так далее но друзья мы идем во первых по плану во вторых мы идем вследствие финансирования графика финансирования сейчас мы уже действительно можем планировать так как серьезное такое нововведение было применено как рассрочка и сейчас как раз таки возможность планирования именно вот как вот производстве планируется поступление денежных средств и формирование подрядных организаций формирование новых работ параллельных работ уже может быть по высокоскоростному направлению и планирование самое главное производственного планирования сейчас действительно мы это можем делать и мы можем привлекать еще больший ресурс потенциал интерес приезд проекту skyway и еще раз хотел бы повториться про вебинар для новичков отслеживаем конверсию конверсия фактически 70-100% то есть я приятно удивлен и обрадован этой конверсии именно те люди которые посещают вебинары уже уходят на расширенный вебинар значит человеку интересно и значит заинтересовала возможность участия в проекте после вводного краткого вебинара технико-экономического для новичков итак друзья давайте проанализируем что произошло в плане адресных проектов то есть такое небольшое назад будущее в прошлое так скажем произошло действительно запуск адресных проектов произошло запуск именно стратегического направления юнибайков и как раз таки со стратегического направления юнибайков уже после подписания серьезных контрактов на десятки миллиардов долларов там чуть меньше 100 миллиардов долларов подписано контрактов общая сумма это это Одесса Киев это различные проекты по скандинавскому полуострову это различные проекты по России естественно Санкт-Петербург Владивосток и друзья мы эти все проекты будем реализовывать и проявлять формировать интерес граждан именно с точки зрения Андрей Федорович Ковратов ввел такое очень важное правильное понятие действительно вот так же визионерство и прорицательности наших руководителей можно только позавидовать что было введено понятие гражданской позиции и сейчас в плане формирования существующей новой экономики на основе вот Кирилл Бадулин очень серьезный диалог провел с именно пресс-службой SkyWay в конце вебинара я поставлю кто не смотрел обязательно посмотрите это анализ текущей ситуации экономической по сравнению с тем что было за прошлые года и что нас ожидает но друзья могу сказать что прогноз абсолютно неутешительный то есть если говорить про отношение рубля к доллару к евро то сейчас 74 рубля за доллар 80 рублей доллар за евро это абсолютно такие кажущиеся нормальными уже привычными цифры скачок огромный произошел с момента когда я уезжал в Индию хотел часть денег поменять в доллары чтобы как-то сохранить их именно в плане диверсификации то есть естественно все инвестировать в SkyWay и в одну кубышку складывать это глупо в плане частной инвестиции в плане финансовой грамотности но друзья тот факт что сейчас развивается SkyWay на самом деле возникали такие мысли но опять же 8 правил частного инвестора останавливали вложить большую часть денег в SkyWay и подходит тот момент когда готовятся действительно крупные инвесторы когда у нас будоражит во всю нефть и я могу привести это данные причем на август примерно 120% девальвации по сравнению со странами чуть меньше только у Венесуэлы 110% 120% девальвации рубля это на момент августа на момент августа сейчас я думаю это все 160% что будет это просто я бы даже об этом не стал думать давайте думать действительно только положительном о нашем развитии о развитии проекта нам предстоит очень много конференций очень серьезный прорыв в этом году он будет этот год для нас революционным и те адресные проекты которые инициированы и реализовались уже в 2015 году они получат уже свое развитие то есть в конце 2015 года очень серьезные договоренности были установлены с самарским мэром то есть Сергей Анатольевич Сибиряков пообщался и провел переговоры вплоть до заключения договора по строительству именно применения юнибайков в Самарской области то есть это будет адресный проект возможно это будет первый в России адресный проект Арманд вот буквально с ним перед вебинаром для новичков проводили переговоры на английском с представителями с Арабских Эмиратов которые дислоцируются в Лондоне он также сейчас отправился общаться уже с министром транспорта и туризма по внедрению адресного проекта в Ирландии это тоже уже конкретика более чем конкретная я с нетерпением жду выхода с каникул представителей властей в Челябинске я думаю тоже получит свое развитие наконец-то уже реальное воплощение реальное подписание реальная возможность и необходимость создания компании Челябинск и собственно вся команда по адресному проекту без которой ни один адресный проект не сдвинулся бы с места и в том числе адресный проект по Челябинску это Евгения Владимир Бадулин не Бадулин Баклунин извиняюсь Кирилл Бадулин и собственно без команды на самом деле ничего не сделать так же как и наш проект начал свое развитие краудинвестинг в 2013 году когда я лично о нем еще не слышал в феврале 2014 года я присоединился и с нескольких туликов менее пяти чем тульских ребят простых бравых ребят Сергей Семенов я обязательно хочу чтобы все помнили этого человека именно как активиста SkyWay сейчас у этого человека своя краудинвестинговая платформа возможно по каким-то адресным проектам мы будем с ним сотрудничать так же Сергей активно сейчас развивается но именно с момента краудинвестинга началось активное развитие нашего проекта и сейчас мы по праву можем сказать что вовсю идет стройка что сейчас мы планомерно приближаемся к демонстрации сертификации у меня личное сердце и душа радуется когда я вижу что промежуточные опоры уже устанавливаются в голове протягиваю уже струны натягиваю закрепляя их друзья это все ближайшее будущее собственно все идет по графику сейчас повторяю у нас есть возможность планировать финансирование у нас есть возможность прогнозировать это чего не доставало ранее сейчас в полной мере хватает но естественно мы должны ускариваться потому что если мы хотя бы на минуту затормозимся то соответственно мы можем затормозить демонстрацию сертификацию несмотря демонстрацию сертификации уже городского пассажирского и грузового транспорта давайте вспомним что более 15 адресных проектов именно по внедрению грузового транспорта планируется очень масштабных очень прибыльных в австралии и освоение там торского месторождения освоение попегайского месторождения это очень высокоприбыльные проекты которые можно освоить как раз таки при внедрении грузового транспорта skyway 2 уровня но все начнется с юнибайков как поедут первые юнибайки так и можно сказать что шестой технологический уклад уже начал шагать по земле в полной мере и мы сможем с гордостью заявить что действительно эра шестого технологического уклада начинается это произойдет уже совсем скоро и друзья что касается начала 2016 года планируется уже подписание я думаю Арманд не вернется без подписанного договора потому что там уже конкретные договоренности по строительству проекта в Ирландии соответственно начнется бешеное просто финансирование инвестирование в этот проект это возможно будет не через партнерскую программу это возможно будет через какую-то площадку но что для нас важно для нас с вами важно чтобы это пошло чтобы адресный проект начал свое развитие чтобы он начал строиться чтобы техническая документация для конкретного адресного проекта уже начала создаваться и соответственно средства которые не будут тратиться на трассировку и так далее предварительные проектно-озыскательные работы которые нужно проводить на месте уже шли на финансирование КБ и уже даже на разработку именно высокоскоростной транспортной системы потому что высокоскоростная транспортная система это уже будет закрепление нашего вхождения в шестой технологический уклад и как вот мне очень нравится предсказание астрологов то что в 2016 году у вас пойдет все хорошо но в 2017 2018 2019 году уже будет все в шоколаде и я абсолютно уверен мне поступает лично очень много предложений так как я являюсь интернет предпринимателем я думаю поставьте плюсики кто занимается или занимался интернет бизнесом поступает очень много предложений войди в числе первых туда-то туда-то я говорю друзья возможно сейчас я по партнерской программе заработаю меньше но я сохраню человеческое лицо и я сохраню человеческое лицо в первую очередь перед самим собой что я веду людей в тот проект который действительно приносит благо не только людям участвующим в этом проекте но и всей планете и друзья на самом деле все люди которые участвуют в интернет проектах может быть каких-то бизнес проектах то есть очень много инфобизнесменов тоже очень мощных у меня друзьях в инстаграм тоже вот Артем Несеренко недавно подписался на инстаграм не знаю это на автомате не на автомате но действительно наблюдают потому что на инстаграм я веду допустим свой разбавляя также вот вам совет если вы ведете инстаграм разбавляйте его своей повседневной жизнью фотографиями с отдыха может быть какими-то веселыми картинками интересными естественной технологией и многие вот инфобизнесмены большие структуры большие базы подписчиков они все присоединятся но они все присоединятся уже на той стадии когда финансирование к сожалению для них будет закрыто но собственно возможность получения колоссальных прибыли по сравнению с традиционными бизнесами от 10 до 100 процентов в год это тоже достаточно неплохо когда мы уже начинали перепроводить первичные переговоры с потенциальными инвесторами для закрытия финансирования на адресные проекты то люди я могу сказать просто хлопают в ладоши когда слышать такие цифры и что это не какие-то форексы и так далее что это не биржа это реальный действующий бизнес вот это вот наша с вами реальность дамы и господа и реальность то что сейчас все действительно падает а мы идем на плаву мы на гребне волны и более того будет замечательно если в этом году в 2016 очень знаменательным показательным для Skyway Россия также власти России именно высшие власти поймут что действительно технология Skyway вот Владимир Вольфович Жириновский начал уже вспоминать про струнную технологию она может вывести увеличить реально увеличить ВВП многократно за короткий период и мы повторим историю Сингапура мы повторим историю Китая и что говорить про Китай я думаю что те кто следит на данный момент за биржей за фондовыми рынками заметил что сейчас китайский рынок буквально 5 января очень серьезно взбудоражило то есть это очередной обвал был фондового рынка Китая то есть мировые фондовые рынки снижаются несмотря на решение Китая успокоит инвесторов все равно все ухудшается и Китай бешено вливает более 20 миллиардов в экономику чтобы стабилизировать рынки но собственно Россия в этом плане абсолютно не лучше так скажем то есть мы вливаем ежедневно миллионы и десятки миллионов рублей чтобы стабилизировать не отправился свободное плавание но друзья на самом деле что мы будем делать когда стоимость за баррель нефти упадет с 34 вот уже 34 это абсолютно такая реальная цифра с учетом что ну на сегодняшний момент в реальном времени у меня всегда дзенрус открытый ресурс замечательный ресурс ребята подсуетились котировки дают в реальном времени огромная посещаемость этого ресурса и 34 59 на сегодняшний день и друзья что мы будем делать когда нефть упадет до 30 может быть 25 а саудиты комфортно будут продавать при стоимости 20 долларов за баррель это будет конец нашей экономики и и я очень и сильно искренне надеюсь что спасением для нашей страны я говорю сейчас про Россию потому что многие именно россияне именно применение технологии Skyway и быстрый вывод из кризиса это вот пятилетки у нас нет пяти лет потому что за пять лет страну просто разорвут на части сейчас много вот этих шакалов которые ждут момента когда наша страна с колен пойдет уже на грудь будет лежать и соответственно тогда уже можно будет начать топтать мы не можем допустить этого момента друзья мы планировали делать партию мы отказались от этого это абсолютно правильно потому что друзья дело не в партии на самом деле дело в нашем проявлении нашей гражданской позиции непосредственно нашей каждого из нас с вами гражданской позиции а когда вы будете говорить с точки зрения гражданского гражданской позиции о нашем проекте не просто что они прибыли это определенно те кто войдут в корневую технологию определенно получат да тысячи процентов которые заявляются может быть получат чуть меньше на ранних стадиях но на более поздних они получат намного больше чем сейчас вы видите в личных кабинетах но самое важное чтобы человек осознавал причастность причастность личную именно к формированию нового мира то есть это уже идеология идеология которая должна двигать нас с вами двигать на развитие проекта на привлечение на вебинары для новичков тысяч десятков тысяч я думаю что мы достигнем первую тысячу потом мы легко на две тысячи переметнемся то есть сейчас непосредственно структура Сергея Анатольевича то есть он мой вышестоящий спонсор при запуске нового личного кабинета у Сергея Анатольевича тоже появилась структура я думаю что это по праву и абсолютно заслуженно так как Сергей Анатольевич действительно вырос в плане сетевого мастерства и сейчас многие манипуляции в плане партнерских вознаграждений логики просчета Сергей Анатольевич вообще просто очень серьезно все просчитывает и сейчас уже задумывается как охватить 10-15% населения Москвы и это абсолютно под силу потому что не мы классные и хорошие хотя не без этого конечно а тот проект который мы развиваем я всегда именно вот привожу сравнение замечательным фильмом с не очень хорошим названием возможно области тьмы обязательно те кто не смотрели посмотрите этот фильм там есть таблетка такая человек ее съедает и получает сверхспособности так вот такой таблеткой для нас является SkyWay то есть с помощью этой таблетки мы можем общаться с министрами мы можем общаться с крупными бизнесменами крупных корпораций вот нога я раздал очень много визиток просто встречался с людьми и у них не было с собой визиток у меня соответственно не было ручки но у меня всегда в кармане была в моих шортах визитка и я в глазах чувствовал видел что да человек имеет там серьезный бизнес кто-то логистические центры в США там и так далее и мы с ними обязательно свяжемся они выйдут потому что наш маховик и наш магнит вот этот SkyWay он раскручивается неимоверно и друзья тот факт что уже в 2015 году если говорить про Россию то это ближайшая презентация Санкт-Петербурга то есть это Елагинский остров это серьезная очень транспортная связка Елагинский Крестовский остров что касается Москвы это Воробьевы горы это технопарк МГУ на базе технопарка МГУ это первый адресный проект по юнибайкам что касается парка Коломенского очень будет такой знаковый адресный проект так как профинансировал на самом деле Александр Лебедь строительство полигона в парке Коломенском Ирландии я думаю в 2016 году Арманд вернется с конкретными и на самом деле я просто скрестил пальцы уже в пятницу Арманд будет общаться а кстати в воскресенье Арманд встретится с человеком с которым с подачи Сергея Удовенко мы общались сегодня и собственно так как его резиденция находится и у этого человека есть связи и выходы на королевскую семью Абу-Даби то есть это нужно обсудить с Виктором Бабуриным с кем они общались с королевской семьей с каким эмиратом общались с какой с каким регионом то есть есть выходы очень серьезные на Пакистан на Индию через этого человека и вот этот человек появился именно на пути Сергея Удовенко который потом передал контакты не просто так как не просто так появился Ротхук этот человек притянулся именно развитием нашего проекта и Сергей Анатольевич Гришин тоже не просто так съездил с делегацией с посещением именно уже научно-производственного конструкторского предприятия и не просто так сейчас заинтересованы крупные венчурные голландские французские фонды то есть непосредственно с ними будем общаться Сергей Анатольевич и я я потому что знаю французские ну бывало когда вот ездил в поездки по России встречался французами также доносил им про технологию Skyway но у каждого своя точка входа кто-то сейчас может быть сомневается не верит но поставьте вообще вот процентное соотношение и насколько уверенность появится действительно когда поедут первые юнибайки то есть насколько вообще ставить насколько все люди поверят транспортового уровня когда это свершится когда это будет транслироваться по центральным телеканалам республики Беларусь когда это я думаю по зарубежным каналам мы это в свою очередь переведем и уже будем серьезно продвигать во всех социал медиа серьезно накручивать если это потребуется просмотры чтобы просмотрели и увидели это весь мир потому что это действительно будет стоить чтобы весь мир это увидел и что касается дальнейшего развития по адресным проектам как и обещали Сергей Анатольевичем Сибиряковым сейчас мы готовим первый курс первые люди так скажем которые лично с моей первой линии по Индонезии сейчас мы начали такой вот коуч и я понимаю я осознаю что действительно уже можно я имею право допустим обучать человека введение адресного проекта начало инициация адресного проекта именно испытывает на своей первой линии то есть в Индонезии сейчас у нас прорабатывается вопрос Георгий прорабатывает вопрос подготовлены уже шаблоны первым лицам это переводится сейчас на английский язык на французский язык на немецкий мы переведем и как только будут происходить зацепки соответственно будет бешено развиваться инвест проводящая система в той или иной стране и друзья хотелось бы чтобы каждый из нас не важно вы с России с Англии с Великобританией с Канадой с Ирландией нас уже более 45 стран но очень важно понимать что мы развиваем тот проект это как наше дитё сейчас мы его воспитываем сейчас мы его поднимаем и далее когда уже кто-то будет пожилом в возрасте кто-то будет в возрасте как вот допустим Александр Кузнецов молодое дарование у нас очень активный молодой человек который очень активно начал свое продвижение в Skyway в Skyway Инвест Групп ну собственно мне вот 30 лет будет и когда будет сверх бешеная капитализация на уровне даже не на уровне это будет в десятки раз больше может быть сотни раз больше чем Apple Google там и так далее нам будет по 35 по 40 лет и собственно вот этот ребенок который мы сейчас зарачиваем он будет нам помогать и давайте с этой позиции именно рассматривать участие в проекте я очень уважаю позицию допустим человека который сейчас переводит именно за свои силы не прося средств и так далее именно у фонда Skyway Инвест Группы это Павел Ваврик проживающий в Праге и этот человек будет развивать чешскую веточную я думаю пойдут чешские вебинары вот именно с такой позиции нужно и считаться а не с той позиции что вот как бы там 10-20 инвесторов пошли пожалуйста переведите личный кабинет давайте найдем просто тех людей которые заинтересованы в развитии Skyway и я всегда вспоминаю свой первый первые шаги в Skyway Инвест Групп когда была договоренность с руководством перевода сайта перевода личного кабинета за деньги за средства моего агентства и собственно я бы это сделал и бесплатно абсолютно потому что я заинтересован в развитии этого проекта и каждый из нас с вами умеет что-то профессионально делать кто умеет накручивать в YouTube сейчас очень модное веяние перископ и особенно молодежи ну и людям также кто занимается интернет-бизнесом на ты так скажем с компьютерами рекомендую осваивать эти средства коммуникации это вот именно онлайн видео трансляции потому что мы должны популяризировать на 2016 году мы просто обязаны максимально популяризировать нашу технологию во всем мире собственно где вы проживаете там и популяризируйте пожалуйста я на данный момент буду популяризировать Челябинске в тех регионах где я бываю где у меня есть знакомые Сергей Анатольевич соответственно в Москве и в полной мере у нас заработает в 2016 году отдел адресных проектов он уже будет состоять я думаю не только из Сергея Анатольевича и меня у нас появятся люди которые нам будут помогать которые будут писать бизнес планы которые будут не отвлекать наши научно-производственное конструкторское предприятие и вот самородка действительно я поставлю интервью все обязательно останьтесь и послушайте это действительно находку Skyway международной корпорации Кирилла Бадулина это так скажем Сергей Анатольевич Сибиряков ну не второй Сергей Анатольевич Сибиряков Сергей Анатольевич Сибиряков у нас незаменим но это человек тоже который является экспертом бизнес-аналитиком также он быстро формирует очень быстро моментально фактически бизнес-планы просчеты по адресным проектам расчеты и соответственно является экспертом в прогнозировании и стратегическом планировании группы компаний Skyway и действительно когда такие люди находятся у руля когда собственно директором по маркетинговой части является Виктор Бабурин я могу со всей ответственностью заявить что международная корпорация Skyway в нужных руках и в нужной находимся в юридической форме собственно я сейчас вот перейду уже к ответам на вопросы я честно признаюсь чат не смотрел мне тут некоторые люди написали в личные сообщения буду потихоньку переходить на ответы на вопросы но одно я могу сказать друзья что этот год будет абсолютно для нас переломным я думаю что достаточно вдохновляющий вебинар что касается Индии вкратце я расскажу такая вот запевка я думаю что мы с Сергеем Анатольевичем сделаем конкретные расчеты но я приводил конкретный пример по стоимости пищевого льда я конкретно на практике уже убедился насколько ценным вообще является тот бизнес который мы будем формировать проект русский холод то есть это Онежское Телецкое озеро Байкал Таймыр это Адыгея это вот вся республика Тыватом и так далее это достаточно мощный и серьезный бизнес и те расчеты в триллион долларов я думаю что они даже занижены потому что вот я приведу цифры в рупиях пять килограмм стоит сорок тире шестьдесят рублей шестьдесят рупий в рублях это соответственно так как рубль у нас падает к сожалению то это будет семьдесят восемь примерно рублей за пять килограмм что касается большого куба льда это примерно пятнадцать килограмм то соответственно сто восемьдесят двести рупий то есть в рублях это будет соответственно не сто восемьдесят двести сто сто семьдесят сто восемьдесят то есть в рублях это будет сто восемьдесят сто девяносто рублей и представьте что мы полтора миллиарда тонны допустим перевозим разделите посчитайте примерную капитализацию с учетом с того что данный источник у нас возобновляемые мы будем брать чистую питьевую воду только из тех источников которые возобновляемые если более полутора процентов либо двух процентов нельзя брать из байкала мы не будем этого делать и собственно я верю и надеюсь что как раз таки этим будет заниматься корпорация skyway этим будет заниматься россия потому что на территории россии находится байкал а не китай ну и китай неспроста сейчас будоражит потому что те страны которые посягают на территории и сейчас уже в привычном понимании войн таких не будет сейчас войны начинаются другие они не территориальные они информационные они именно промышленные они индустриальные опускание нефти зарубание экономики удушение страны посредством девальвации национальной валюты вот это вот война одного масштаба и друзья можно сказать сейчас мы с вами находимся на фронте мы все с вами плывем в народном экономическом ковчеге с чем я вас и могу поздравить потому что никакие штормы никакие экономические бури нам абсолютно не страшны потому что мы на правильном пути мы на пути skyway и собственно строй skyway спасай планету строй skyway спасай россию благодарю за внимание ну и сейчас к ответам на вопросы так вопроса дмитрия с гомеля не совсем понятно по поводу акции покупки видео уроков андрея федоровича вратова по поводу акции и обязательств международной компании skyway фактически сейчас уже отлажен механизм перевода то есть все желающие ну скорее всего просто все будут переведены акции кто желает с помощью специальной кнопки и подписания договора о передаче именно своих данных в реестр головной компании и соответственно вы останетесь и при обучении и акции у вас останутся либо в фонде либо будут переведены в головную компанию так ролик действительно параллельно шел напишите пожалуйста по идее не должен был ну и сейчас можете задать вопросы в чат то есть если у кого-то есть вопросы я с удовольствием отвечу сегодня я провожу вебинар без Сергея Анатольевича там возникло ЧП семейное ну я искренне надеюсь что вебинар от этого в качестве не потерял если есть какие-то вопросы то пожалуйста задавайте если нет то будем уже подходить к завершению по Австралии по адресному проекту нет информации на самом деле это топ секрет как говорится но могу сказать что более десяти адресных проектов именно по грузовом направлении инициировано также не стоит забывать про кольцевую дорогу вокруг Австралии то есть это очень серьезный масштабный проект потенциал его в сотни миллиардов долларов и собственно он также планируется к реализации занимается этим всем Род Хук бывший директор транспортного департамента Южной Австралии соответственно этого человека называет в своих кругах мистер инфраструктура потому что он сформировал у него есть опыт формирования привлечения инвестиций многомиллиардные инфраструктурные бизнесы я думаю что войны в российской федерации на самом деле я повторяю что вряд ли сейчас будет прямо вот война в таком понимании как вторая мировая будем искренне на это надеяться я думаю что все из нас с вами загадали одно из желаний второе желание после капитализации и получения первых прибыли от адресных проектов демонстрации сертификации именно мирного неба над нашей головой мирной сны стабильной страны и такая вот шутка тоже такой тост был ну может он резким но на самом деле насколько я с индийцами общался они все очень лояльно относятся к Владимиру Владимировичу путь то есть во многих кафе висят плакаты и все очень-очень супер лояльно относятся к России был тост за объединение Индии с Россией то есть ну кто-то жестче говорил за порабощение Индии но я думаю что так как мы объединяем мир как раз таки новая транспортная инфраструктура сможет объединить мир и я думаю что в 2016 году тоже вот аналитику мы представим анализ прогноз как Транснет вообще будет сшивать континенты материки ну вот собственно типа аналитики которая была представлена Сергеем Анатольевичем Сибиряковым и мной по выходу России из кризиса то есть тоже в конце вебинара я это ссылку на это дам а теперь давайте перейдем непосредственно уже Кириллу Бадулину посмотрите и послушайте именно масштабность мышления я думаю наши технико-экономические вебинары Кирилл также с удовольствием в будущем посетит ну и собственно мы объединяем мир объединять мир наша каждодневная работа строй скайвей спасай планету дай дорогу в мир транснету до скорой встречи друзья счастливо этого что которую что вы который будет убедом horas част нас покол resolution Drive и ранее мет derrière